Я на вас, как на студентов, смотрю с большим оптимизмом. Я вот только вернулся из Томска, и там я веду работу по заказу ректората. Она связана с изменением университетского сообщества, его культуры. Если до этого в течение своей жизни я больше уделял внимание таким нормативно-функциональным способам работы, когда был устремлен в величие и безграничные возможности менеджмента, то теперь, как-то так, сливаясь с веяниями времени, с технологической очередной четвертой, как теперь говорят, уже революцией, я понимаю, что то управление, которое я понимал и усваивал со своими коллегами по методологии, и которое родилось в 60-е и 70-е годы, довольно серьезно переосмысляется. И сегодня управление – это не какая-то функция, которая административно надстроена над нашей базовой деятельностью одна, из тех компетенций, которыми должен владеть каждый человек, и, что более важно, каждая группа, которая собирается для того, чтобы решить какой-то вопрос. Поэтому перспектива, которая нас ожидает даже с этой точки зрения, совершенно по-другому будет представлять те основания, те принципы и стимулы к функциональным связям между людьми в различных командах и коллективах, нежели те, которые мы видели в эпоху индустриальную, в эпоху специализации и развития каждой функции, как бы немножко замкнута на себя. Вы также читаете и наблюдаете, наверное, за тем, что в этот кризис, прежде всего, российский, но с технологической точки зрения и с организационной мировой, в этот кризис самому серьезному удару как раз будут подвергаться так называемые менеджеры. Это будет такая антименеджерская революция. Поэтому, если вы учитесь на факультетах управления, слава тебе, Господи, то нужно было бы срочно искать место на другом факультете. Поэтому я сегодня хочу поговорить об этом самом нашем представлении о будущем и что, с моей точки зрения, сегодня, прежде всего, влияет на то, чтобы это будущее из источника невроза и бессмысленных троте человеческих сил превратилось бы в то, что помогало бы нам более сплоченно и более ясно видеть свои перспективы. Куда это уже направить, чтобы переключить? Где? Хорошо. Хоть куда-нибудь нажать, да. Ну вот, то, что я буду показывать, это не презентация, это были просто мои заметки, но из-за того, что там появилась фотография Курта Ванегута, я подумал, что я должен вам показать, что я буду говорить о человеке. Я думаю, что вы знаете этого писателя и человека, который довольно серьезно повлиял на умы, наверное, даже не одного поколения. И что вот он вот в этом уже возрасте, я так понимаю, что эта фотография вполне возможно была сделана на ступеньках Массучасовского технологического института и как-то, наверное, была по времени созвучна с его выступлениями перед студентами университета. Ну, кстати говоря, последние годы довольно много. К нам приезжает известных профессоров, да, это в рамках проекта Министерства образования об академической мобильности. И я вот заметил, что редко в каком университете эти люди выступают перед студентами, вообще перед кем-то. Ну, может быть, так повезет им и оказывается, что в университете такой продвинутый ректор, может быть, он пригласит этого замечательного профессора на ученый совет, и там на ученом совете он скажет, ну, так, как это положено, в приличной академической среде, что же он на самом деле думает об этом университете. Вот, но это тоже случается редко. А уж перед студентами, ну, вот, может быть, в высшей школе экономики, да, там иногда происходят такие открытые публичные лекции, ну, а в других я даже не слышал. Ну, а вообще в продвинутом вузе это норма, поскольку, если уж нужно кому-то обращаться в университете и устраивать какие-то новые критерии оценки качества этого учебного заведения, то, конечно, нужно это сделать прежде всего через диалог со студентами. И вот Курт Ванегуд, да, это цитата, которую я нашел, понятное дело, в интернете, вот он на своем выступлении, этот тезис из него сказал то, что здесь написано. Не беспокойтесь о будущем или хорошо беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства фактически неэффективны, да. И все реальные неприятности в вашей жизни окажутся очень неожиданными. Вы верите тому, что сказал Курт Ванегуд? Но он фактически сказал, хотя сам был писателем-фантастом, и все эти новые истории прежде всего представлял как истории изменившихся социальных отношений. И вот тут, да, он говорит о том, что к этому самому будущему, несмотря на свое развитое воображение, подготовиться невозможно. А если невозможно, то к нему подготовиться, на чем же мы тогда должны с вами сконцентрировать свое собственное внимание? Ну, есть также такие тоже банальности. Но вот это высказывание Далай-Ламы, может быть, оно не на 100% соответствует тому, что я прочитал на английском языке в вывеске одного из магазинов Бостона, да. Вот он пытался обратить наше внимание на то, что есть два абсолютно бессмысленных времяпрепровождения и времени, прошлое и будущее, да, и что нужно сконцентрироваться на настоящем. Это при всем при том, что буддизм нас зовет к такому пути и достижению состояния, которое освободит нас от страдания. Казалось бы, это в будущем, а что же нужно делать сегодня, и как лучше понять, с чего нам, собственно, стартовать. Ну, а врачи, психотерапевты, они просто указывают сегодня довольно однозначно на то, что вот перенос наших страхов из повседневности в будущее – это источник всех наших неврозов. Ну, это точно совершенно, да. Когда я уходил из Сколково, я тоже был подвержен этой болезни, я думаю, ну, вот я сейчас занимался таким большим масштабным проектом, сейчас я, значит, покину Сколково. А чем же я буду заниматься, как представляется мне со всех точек зрения мое собственное будущее. И понял, что эти сложности в значительной степени связаны тем, что я свою жизнь видел через очень плотную связь с ее материальной частью. И за эти годы, наверное, такой деятельности в корпоративном секторе стал утрачивать свои представления об идеальном. И это, прежде всего, стало моей задачей, как, собственно говоря, дать материальному свое место, ни в коем случае не доминирующему в моих представлениях о моей жизни, и как вернуться к тем истокам жизни самого человеческого существования, которое, конечно же, находит не в материальной части мира, а в его идеальной части. Ну, я начал обращаться снова к философии, потому что с одной стороны к философии, с другой стороны к социологии, с другой стороны к религиям, чтобы найти там источник, который бы мне сказал, что я уже имею, просто не обращая на это внимания, и что предопределяет мое будущее, где я буду искать. Ну, вот, значит, прежде всего, мне попался иммунал Кант, насколько меня сама заинтересовала форма априорности, что дано нам уже в силу своего существования, как результат опыта деятельности других людей, который является объективным представлением о смысле моего существования, об источниках моего чувственного восприятия, и что не менее важно, о возможности моему рассудку, моему разуму действовать в понятных совершенно границах, не тратя времени на разном уровне фантазии, которые к этому человеческому опыту нет никакого отношения. И вот, оказывается, Эммануил Кант, он уделил в своих работах большое внимание вот этим самым априорным формам, разделяя, как я уже сказал, их на две части, те априорные формы, которые предопределяют нашу чувственность, и те, которые предопределяют наш разум. То есть, если разум, то, значит, это логически обоснованные представления о том, как устроена человеческая жизнь. При этом, поскольку Кант отсылает нас к человеческому опыту, как источнику этих априорных представлений, то тут важно нам себе сказать, что человеческий опыт, он, безусловно, изменяется, накапливается и переосмысляется. То есть, это означает, что в каждом конкретном случае, для каждого конкретного представления это могут оказаться разные априорные формы. У них есть что-то, что переходит по наследству и никуда не исчезает, и это вопрос, что же это такое, и то, что может изменяться. И в этом смысле я гораздо более склонен считать, что как раз априорные формы, предопределяющие наш разум, изменяются быстрее всего, в то же время, как наш способ восприятия, чувственного восприятия этого мира остаётся более или менее неизменным. И вот я тут задал себе вопрос, что же делать, чтобы будущее перестало нам жить и каким образом ощущать себя в этом мире на своём таком естественном человеческом месте. Вот скажите, пожалуйста, а как, и это вопрос нестандартный, а вопрос, который я очень, в ответе на который очень заинтересован, вот как вы себе отвечаете на этот вопрос? Где и в чём вы ищете устойчивость, опору, когда устремляете своё размышление, а в своей жизни ищете её смысл или действуете все вместе с тем или иным коллективом? Что вот даёт вам эта устойчивость? Я считаю, что в первую очередь мне должно нравиться то, что я делаю. И когда я буду получать действительно кайф от процесса, я буду наслаждаться жизнью, я буду по-настоящему счастлива. То есть если бы я сказал, что чувство красоты, в том, в чём вы ощущаете красоту, там, значит, вы видите источник какого-то смысла. Это вот черезчувственное. Хорошо, но просто об этом говорил Плотин, это ещё было далеко до нашей эры. Он говорил о том, что любовь и всё прекрасное, божественное притворяется в нашей жизни в красоте. И если мы способны отличать красивое от некрасивое и следовать за красивым, то мы всегда будем следовать в правильном направлении. А вот Владимир Шкуденков, мой товарищ, такой опытный человек, который был первопроходством в ЦЕРНе, он предлагает работать в Объединённом ядерном центре в Дубне, он, работая над разными системами управления, в том числе разрабатывая технические средства, я забыл сейчас, не вспомню, как называлось это устройство, которое на расстоянии передавало информацию, вроде факса или что-то в этом роде. Да, вот он был одним из разработчиков самой идеи передачи текстовой информации на расстояние. И он оказался в группе, в ЦЕРНе, той группе, которая проектировала для этого крупного проекта систему управления. И вот его место в этой системе управления, оно связано с тем, что он первый в этом, во всяком случае, коллективе довольно технократичном применил понятие красоты для управленческого решения. Ну, в частности, да, какие из этого следовали выводы? Что понимание, что нужно делать, да, и в этом смысле глубина проработки проекта, они фактически говорят нам, что после того, как мы сделали 70% работы, которую мы планировали, нам уже все понятно. Нам уже не нужно получать дополнительные данные, дополнительную информацию для того, чтобы обосновывать свое решение. При этом 70, то есть 30% оставшейся информации, которую мы будем получать, она по своей стоимости перекроет первые 70. Тяжело понять перфекционистам, но людям, да, с некоторой развитой ленью, это вполне понятно, и, наконец-то, они могут объяснить положительное влияние лени на принятие тех или иных решений, что необязательно все 100% задачи решать для того, чтобы получить правильный результат, особенно если носит такой исследовательский характер. Какие еще есть? Спасибо. Ну, я думаю, что отвечая конкретно на вопрос, который сейчас у нас на слайде, в первую очередь каждый из нас должен думать, что мы хотим поменять, поменять в себе, в мире, в окружающих, то есть это должно стать причиной действия нашей деятельности и прочее. А во-вторых, мы должны фокусироваться, ну, как раз-таки, чтобы будущее нам не мешало, мы должны фокусироваться на сиюминутных задачах, на процессе, в который мы вовлечены. То есть ведь процесс должен стать важнее какого-то результата, который также будет сиюминутным в будущем. Ну вот, примерно так. Спасибо. Я теперь не буду комментировать, потому что дальше вы увидите, насколько наши точки зрения совпадают. Ну, если бы я учился в школе, я бы, наверное, сейчас ответил на этот вопрос так. Сделать так, чтобы будущее помогало нам жить. Ну и все, это просто. Я как раз изучаю данную проблематику и рассматриваю у руководителей именно осмысленность жизнью и взаимосвязь с психологическим благополучием и удовлетворенностью жизни. И на эту тему интересной книгой есть Виктора Франкова «Сказать жизни да» и еще «В поисках смысла жизни». И базовыми, ну, там, получается, по результатам, лишь несколько назову, там различные. Либо семья, либо карьера, либо… Но вывод вышел такой, что осмысленность жизни придает, ну, вот, возможно, достижение психологического благополучия, а с высоким психологическим благополучием, но с низкой осмысленностью жизни невозможно прийти к, ну, вот, именно к хорошей жизни, к полноценной жизни. Спасибо. Мне кажется, сложно ответить на вопрос так массово, то есть нам жить. Мне кажется, каждый на этот вопрос может сам ответить, и если каждый ответит, получается, что в сумме мы все перестанем беспокоиться. Так вот, я для себя отвечаю на него так. Получается, что в данную конкретную минуту времени, во-первых, я должна быть полностью честна с собой, и если я делаю все честно, значит, в будущем я достигну этого честного результата, который как раз и заставит меня стать счастливой. Плюс ко всему, я точно должна знать, что в данную конкретную минуту времени я сделала максимум того, что я могла сделать. Следовательно, это мой максимальный результат, и я достигла того, что меня успокаивает, то, что делает мое будущее спокойным. А на этот вопрос сделали вы все, вы будете ждать подтверждения своей совести, это она вам скажет? Да, подтверждение своей совести, поэтому я сказала, что она будет честна. И в какой день она вас настигнет? Она подтверждение настигнет. Тяжело. Ну, то есть передали совесть, как бы такому подсознательному своему социальному «я». Ну, что, будем считать, что достаточно было ответов. Я не очень, надеюсь, могу за вас сказать, насколько они эти ответы объединяют, они являются достаточными для полноты. Но, с другой стороны, я вижу, что в основном вы делаете упор на таком чувственном, чувственном, в своем таком бессознательном, которое при правильной его какой-то подготовке может указать вам на то, что вы делаете как на правильное или ложное. Как-то так примерно получается. Что касается вот этих разумных суждений, в смысле о том, что является притечей и основанием для нашей разумности, нашей логии, с этим дело пока обстоит не очень ясно, не очень хорошо. Поэтому мы к этому перейдем. Я не знал, что так получится. Просто складывается. Извините за такой текст. Я пока ехал, не успел это перевести большее количество слайдов, тем, чтобы вы видели эту информацию, могли ее, как и я, прочитать, поскольку, как вам уже говорил, готовил это исключительно, как записки для себя самого. Итак, первый вопрос, на который, конечно, я давно хотел себе ответить. И этот ответ я начал формировать где-то в конце, в середине 90-х годов, когда со своими коллегами занимался такой областью, как местное самоуправление. Россия, Советский Союз, Россия, поменяли свой статус и решили, что в нашей стране, так же, как и в других странах, которые исповедуют принцип федерализма, будет создан такой уровень организации жизни, который называется местным самоуправлением. И там люди будут решать свои проблемы, организовать свои жизни самостоятельно. И что самое важное, как написано в Европейской Харте, самоуправление и в том российском законе и местном самоуправлении, будут решать эту задачу под свою собственную ответственность и в соответствии с теми ресурсами, которые они обладают. Ну, поскольку это было названо, и я с коллегами в эту область по тому, что, наверное, был очень на нее ориентирован, с такой чувственной точки зрения, она мне представлялась как очень правильная форма организации, мы туда погрузились и стали искать глубокий, укорененный в культуре ответ на вопрос, почему, собственно говоря, местное самоуправление, почему не можем построить нормальную жизнь, нормально развивать социальные институты, если не будем развивать в нашей стране систему местного самоуправления. И вот в этот момент мы обратились к тому, собственно, что явилось основанием Европейской хартии и местного самоуправления, и увидели, что, оказывается, базовый принцип, принцип субсидиарности, который положен в основу этой модели, он явился результатом разработки социальной доктрины католической церкви. То есть это было, так если можно выразиться, в конце буквально XIX века, в первые 20 лет XX века, и было, вот, внимание привлечено к тому, как правильно в обществе должны разграничиваться полномочия между людьми, между группами людей, между формами организации и управления. И вот это слово субсидиарность, это то, что мы изучали и разучивали, и разучиваем до сих пор. Почему, собственно, важно оказалось освоение этого понятия. И потом, когда я уже, как сказать, по своим интересам оказался в зоне инноваций и уже смог более серьезно смотреть на то, что происходит с точки зрения смены технологических укладов, я обратил внимание, что субсидиарность, как то, что объединяет людей, прежде всего западного общества, толкает их искать решения не вообще всех для всех, а как бы в точном понимании тому, кому это решение, у кого это решение технологическое, это новая техническая возможность окажется в руках. Ядро субсидиарности, оно крайне простое и очень человечное. не надо брать у человека то, что принадлежит ему по его природе. Не надо его этого лишать. Он должен полностью нести ответственность за себя самого. Соответственно, ему нужно дать все необходимые ресурсы, чтобы он с этим справлялся. Не нужно в эту его, если хотите, такую суверенность вмешиваться. Если я уже взял эту параллель со студенческой жизнью, с университетом, то мы видим, что фактически сегодня администрация и преподаватели, я думаю, что вы об этом говорили с Андреем Евгеньевичем, и будете завтра говорить еще более плотно и развернуто с Игорем Чириковым, вы видите, что это вмешательство сегодня достигло фактически предельных своего предела. То есть фактически администрация и преподаватели лишают студента той необходимой самостоятельности и полной ответственности за свою учебу, полагая, вероятно, что этот вопрос о реализации полной ответственности студента каким-то образом скажется на их более критическом и требовательном отношении к качеству преподавания и организации студенческой жизни. А этого, вся эта не очень качественная, не очень доброкачественная система российского, во всяком случае, высшего образования не выдержит. Но, собственно, она не выдерживает это и в других странах. Как только возникает более серьезное требование студента получить ответ на самые свои важные вопросы, зачем он тратит здесь 5, 7, 8 лет своей жизни, что он за это получает, и кто может, кроме вашего собственного преподавателя на экзамене ставить оценку, оценить это качество, он попадает в ситуацию полного молчания. Потому что никакой внешней экспертизы и оценки этого внутри образовательного процесса нет. Это случится потом, когда вы пойдете на рынок труда. И там, за счет репутации вашего университета или за счет личных ваших качеств, вы сможете получить ответ. Действительно ли вы получили качественное образование, или вы получили диплом, а за образованием еще придется долго бегать на рынке и в конце концов найти тех людей, если повезет, которые могут дать вам те знания и навыки. Но сама по себе субсидиарность, она не появилась как одно понятие, оно было связано со второй группой понятий. Эти понятия как форма социальной организации, принципы социальной организации уже фиксируются в понятии дистрибутизма. Это тоже часть, это второе понятие социальной доктрины католической церкви, которая говорит, что средства производства должны быть у каждого человека. То есть если у вас отчуждают средства производства, то соответственно ваши права социальные нарушаются. Теперь я смотрю, мы все посмотрим на цифровую революцию, которая произошла, и видим, что она внутри базируется на ровно этих основных социальных понятиях. Куда должны двигаться и в каком направлении должны развиваться социальные отношения. Они должны приводить к тому, что на каждом уровне мы должны иметь полную responsibility и должны иметь все необходимые ресурсы, и никогда не нужно отправлять эту ответственность и эти ресурсы наверх. В любом случае ресурсы будут размыты, их понадобится больше для того, чтобы решать задачи на нежележащих уровнях, и ваша ответственность будет размытой, соответственно, ваша активность, желание что-либо делать, они могут на порядок снизиться. Поэтому мы знаем в тех же университетах студенты, которые самоорганизуются и работают во внеучебной части, ответственности, то они более склонны к более высокому уровню ответственности и самоорганизации. Как только они пытаются перенести этот опыт в аудиторию, то не всегда получается. Если для нас с вами, представим себе, что это часть внеучебной деятельности, для нас любой проблемный поворот и внутри вот даже этого небольшого выступления мы его можем поменять любые формы работы. Вы можете мне начать задавать вопросы, а не я вам, пожалуйста. Кто-то я могу стать экспертом и организовать работу групп, чтобы они отвечали на этот вопрос, и мы, соответственно, в рамках этого процесса получим больше версий и сможем с ними как-то разобраться. Я не ставлю вам оценки, но вы можете, и это обычно происходит, оценить качество моего с вами взаимодействия и дать повод коллегам-организаторам подумать о том, нужно ли приглашать этого конкретного человека на следующую встречу. Есть много разных инструментов, но учебный процесс таким образом построен, что он очень консервативен по каким-то непонятным мне причинам, и там преподаватели, может быть, из-за большой часовой нагрузки, вынуждены действовать совсем иначе, они действуют по шаблону, а мы можем с вами экспериментировать, поскольку я исхожу из принципа, что средства получения знаний находятся в ваших руках. Если вы ими владеете, то я должен дать возможность в каждой конкретной ситуации проявиться этим средством, чтобы это знание было получено. это ваше производитель, это ваше средство производства. И точно так же, как и управление, из-за чужденного, переведенного на более высокий уровень инструмента снова возвращается к людям, тем более, что это технологически очень легко и удобно сделать, и теперь они, отвечая за качество управления, не могут сказать, я этого не сделал, потому что кто-то другой этого не сделал, поскольку это находится в моей компетенции. Таким образом, я на этой части своего выступления хочу сказать, что будущее, вы помните, годы, когда разрабатывалась социальная доктрина, то есть формулировки были очень разные изначально, пока мы не пытались это как-то увязать. Это интересно, почему так, потому что именно из-за участия выпускников и сотрудников МИФИ в проекте в ЦЕРНе вы имеете такую высокую публикационную активность да, почему же нет, то есть самые большие достижения оказались именно в научной области, но вы считаете, что он их породилит случайно, то есть они случайны, они естественно тоже направлены, участие в коллаборациях является очень сильной стороной МИФИ, ну то есть мы в этом плане сильнее любого вуза, другого в России, но какой процент участвует в коллаборациях? даже я занимаюсь вообще кибернетикой, я не участвую ни в одной коллаборации в связи с этим. Ну да, это правда, я могу подтвердить. Нет, что кроме этого направления физики высоких энергий никто в МИФИ не участвует в международных коллаборациях высокого уровня. Ну я хотел бы все-таки узнать, как есть ли у вас опыт участия в решении какой-либо проблемы? Ну того, что вы можете признать, что имеет статус проблемы значимый для вашей страны, для региона, в котором вы живете. Может быть вы слышали, да, что ну вот я хотел бы узнать просто, что это за проблемы, назвать их. Ну это ваша внутренняя проблема, да, ну я понимаю, да, я хотел бы выйти на более широкий круг обобщения. Ну вот так примерно несколько времени назад, когда фонд Сколкова еще не потратил все деньги, вот у Отуса была возможность проводить конкурс вместе с университетом сингулярности в Калифорнии. Этот конкурс назывался так, моя идея, которая может изменить к лучшему жизнь пяти миллионов моих сограждан. То есть вот это университет сингулярности, это такое неаккредитованное как образовательное учреждение, а созданное ключевыми технологическими компаниями Кремниевой долины, долины вот такое учреждение. Оно собирало каждое лето на десятинедельный по-моему, да, Лен, курс людей из различных стран, всего их было 80 человек, которые за эти 10 недель должны были из тех идей, которые привезут с собой все эти 80 участников, то есть 80 идей, в конце концов выйти на ту, которая действительно может помочь изменить жизнь к лучшему большого количества людей в этой стране или в мире. То есть стал абсолютно понятен сам запрос, запрос явно социальный. То есть если вы решаете, занимаясь инновациями, задачу, в которой испытывают потребность люди, то решение эта компания, они всегда найдут свою уровночную нишу. Если вы удовлетворяете в этом собственный какой-то интерес, научный, инженерный, то все может умереть на уровне прототипа, даже появился такой термин кладбище прототипов, то едва ли что-то тут получится интересно. Поэтому я и задаю вам этот вопрос, есть ли у вас опыт включения в решении какой-то важной для человечества проблемой? Это я не помню, да, может быть, достаточно будет, конечно. Но если Россия не часть человечества, то да. Прием, прием. Ну начнем с того, что на этот вопрос может ответить абсолютно любой стартап, который занимается, потому что, ну, если стартап делается не на основе проблематики, то он умирает, потому что, ну, он первую итерацию не проходит, когда, ну, собирается обратная связь с потребителем. И то же самое, ну, в научной деятельности. Допустим, у нас в университете сейчас очень сильно развивается тема с здоровым питанием, то есть питание, ну, все мы едим каждый день и по несколько раз, и разумеется, это, ну, проблема глобальная, то, что нездоровое питание и т.д. и т.п. Проблема кибербезопасности, опять же, глобальная проблема, глобальная проблема. Ну, в частности, что решали, ну, в решении каких проблем принимал участие непосредственно я, это проблема энергосбережения, который вот тоже сейчас стартапы создаем на Future Technologies. Потом, что еще? Проблема безопасности интернет-соединений, то есть, ну, там ребята сейчас у нас работают, мои знакомые над созданием безопасного умного дома. Да, даже вот недавно мальчик пришел к нам в лабораторию и попросил ему помочь, он создает посудомойку, которую можно будет интегрировать в любую раковину, но это тоже проблема, тоже проблема вполне глобальная. и... Ну, вот если бы вас бы назначили руководителем инновационного центра Сколково, и вам нужно было бы обратиться к вашим сверстникам в разных странах мира, чтобы они сюда приехали и стали бы работать над какой-то проблемой, вот какую проблему вы им могли бы предложить? Из того перечня, который вы только что назвали, или какой-то другой? Ну, в частности, давайте... Асчитывая на то, что действительно для них это важно. Вы их не знаете, но у вас есть ощущение, что это для них важно. Ну, можем тут взять вполне логичные вопросы, ну, не вопросы, а утверждения. Нам вчера рассказывали о том, что примерно год назад, получается, на зимней школе была... Зимняя школа предыдущая, если я не ошибаюсь, была посвящена проблемами создания глобальных задач, постановки глобальных задач. То есть там были сохранения водных ресурсов, и т.д. и т.п. Ну, то есть те вещи, которые интересны всему миру, я бы, наверное, с этого начал. Ну, какой, вот, какой фокус мы могли бы задать в Сколково? Ну, подумайте, вот, коллега ваш. Да, я продолжу, подхвачу. Проблема продовольственной безопасности. Я... Зовут меня Иван, аспирант факультета экологии, не понаслышке знаю, допустим, возьмем яблоки те же, да, по статистике Роспотребнадзора превышение предельно допустимой концентрации нитратов пестицидов в польских яблоках в 90% от 2 до 15 раз. Проблема? Проблема. Ну, не знаю, мне не очень хочется есть. Яблоки, они красивые, они для продажи делаются, но не для здоровья. В чем проблема? В том проблема, раз, нет технологий отечественных, да, супертенсивных садов, к примеру, два, ну, дотация, да ладно, нет технологий аграрных, современных здесь, в России, чтобы были технологии, нужен трансфер какой-то, да, ну, традиционно это решается, там, технопарки строятся, да, где на разных этажах разрабатываются технологии и потом транслируются, но для разработки аграрных технологий, инновационных, нужна инновационная инфраструктура. А кто-нибудь может мне ответить, как может быть, как может выглядеть инновационная инфраструктура для развития агротехнологий, чтобы специалисты, там, агроном знает, чем поливать, да, там, и айтишник или электрик знает, чем светить, там, другой знает, как собрать, они-то должны собраться в каворкинге, да, экономист все это должен посчитать, проект реализовать, технологию запустить дальше. Проблема продовольственной безопасности, решение, инновационный центр, инновационный класс. То есть, если бы вы были руководителем инновационного центра Сколково, и у вас была бы возможность менять направление его политики по привлечению людей, по фокусировке на определенных проблемах, то вы бы считали, что для его международного статуса достаточно было бы на фокусировке на продовольственную безопасность для всех стран? Нет. Для многих стран, где она еще не достигнута, и вот люди из этих стран должны бы сюда приехать и вместе искать общие решения для этой проблемы. Ну, наверное, смотрите, если брать момент такой, что разные климатические зоны предполагают разные культуры и так далее, здесь, наверное, нужно разработать оргсхему взаимодействия, выглядеть, этим мы занимались, в том числе с некоторыми товарищами. Хорошо, спасибо вам большое. У вас какая версия на ответ? Я бы попробовал так сформулировать одну из проблем, которая мне кажется очень важной, это отсутствие первичных профессиональных навыков на выходе из школы. Ну, спасибо, да. Не так давно был переведен и опубликован очередной доклад ЮНЕСКО о развитии науки. Ну, у них всегда акцент на большей степени, конечно, на развивающихся странах, на слаборадостных странах. И вот что в этот раз они в своем отчете выявляют как источник развития науки? Принятие в некоторых государствах реальных проблем. которые есть. Вот в какой-то стране африканской постоянно идут эпидемии, которые приводят к падению скота. Это связано с разными обстоятельствами, не будем этому уделять внимание, но поскольку это происходит ежегодно или с определенной цикличностью, это приводит не только к понижению экономического уровня жизни и большой потери всякого рода ресурсов, но и делает эту жизнь какой-то бесперспективной. Поскольку что бы ты ни сделал, обязательно придет вот эта эпидемия и снова мы вернемся на какой-то более низкий уровень качества жизни, который был. В каких-то странах, но в связи с изменением климата, другими причинами, они находятся в постоянной угрозе различного рода стихий, нужно что-то сделать. Где-то это тайфуны, где-то это землетрясения и наводнения. И тогда эти относительно небольшие страны понимают, что именно нужно сконцентрироваться на этой области. Кто бы знал только из вас, какую важную роль в развитии науки в Нидерландах играет эта тема, связанная с повышением уровня мирового океана и, возможно, с затоплением значительной части этой страны. Это же витальная проблема. Это может случиться. И люди понимают, что наука сегодня, наука и образование решают очень важную проблему для выживания этих людей. Чтобы вы не обвинили меня в непатриотичности, я просто хочу понять, какую проблему мы решаем в нашей стране. Проблему, связанную с жизнью наших людей. Вот там полететь в космос, я это помню, атомную энергетику создать, я это помню. Да, пожалуйста. На что бы мы могли сейчас обратить внимание? какая проблема или комплекс проблем, если у нас есть возможность решать их несколько, может пронизать наше научное самоопределение? Вот вы задали вопрос, если бы кто-то здесь из присутствующих занимал должность директора инновационного центра, какую бы проблему ставили? вопрос у меня вот такой, а можем ли мы ставить узкую проблему, решение проблем, допустим, не говорю конкретику, но там в электронике или в IT. Мне кажется, если мы занимаем в данной ситуации такой важный пост и такой необходимый, допустим, для страны, то надо ставить широкую проблему, которая бы охватывала и под проблему, и их в дальнейшем решать. Все-таки это такой центр, который отвечает за все. и мне кажется, тут важный момент, ну, например, качество жизни. Для чего мы всем этим занимаемся? Стартапы делаем, образование получаем, чтобы жить было лучше, в первую очередь, чтобы дольше, здоровее, интереснее. И от этого напрямую вытекают под проблемы, то есть повышается качество жизни, повышается уровень жизни. Мы можем посмотреть то, что, например, проблем с семьей становится меньше. То есть как только у нас, например, в стране резко упал уровень жизни, можно посмотреть на браках, сколько распалось их, сколько детей нет, родителей и прочего. То есть возможно, если мы работаем в таком плане, что директор инновационного центра, то ставить надо проблему широкую. Я просто в качестве примера привел то, что у меня сейчас в голове крутится это качество жизни, потому что от него можно играть по критериям абсолютно разным, и каждый критерий с научной точки зрения рассматривать и делать выводы результата работы. Тогда, мне кажется, это было бы продуктивно. А если мы для такого крупного учреждения ставили бы узкую проблему, мы бы в нее глубоко ушли, но все остальное поле вообще бы не затрагивали. Вот что я хотел бы сказать. Ну что, хорошая, как говорится, интенция, когда я был молодым человеком и читал Вискова, его поиск «Захудалый рот», то там значит на таком на помещем быту автор рассказывает, как происходит вырождение дворянского рода. И тогда это было, конечно, очень интересно, но я никогда не думал, что мне придется жить в стране, в своей стране, которая находилась бы теперь уже в подобной ситуации вырождение с такой глобальной демографической точки зрения. Потому что уже к сегодняшнему дню я имею некоторый опыт, наблюдения и чтения, который говорит, что ни один биологический вид, если он вступил вот в такую фазу сокращения, как вступила наша страна, что он может восстановить свое, прошу прощения, поголовье. Его можно сохранять, как приморского тигра, но вообще восстановить это поголовье, чтобы оно стало самовоспроизводимым без помощи людей уже невозможно. Невозможно. Тогда я задаю вопрос, а что, как мы-то будем жить? И я вижу, что нет ровно никакой идеи по поводу того, как можно восстановить демографию в нашей стране. Но кроме здорового питания и более активной сексуальной жизни. я нигде не читал, скажите, пожалуйста. Это не мои идеи, это в учебниках социологии. Если человек в течение дня видит сотни тысяч незнакомых лиц, то на уровне подсознания поступает сигнал, что популяционная ниша переполнена. то есть, если среда предполагает, что, допустим, города, они не предрасположены к тому, чтобы люди создавали большие семьи. Соответственно, если у нас есть небольшой потенциал такой у России, территориальный, если им правильно пользоваться, то мы можем быть и так далее, и тому подобное. А чтобы развивалась территория, она должна быть экономически эффективной. А чтобы она была экономически эффективной, нужны аграрные технологии. То есть, в основном... Нет, тут я согласен, конечно. Конечно, хотя, да, многодетные семьи, чаще всего это семьи с достаточно ограниченным материальным достатком, живущим, конечно, чаще всего в сельской местности, в этом смысле находящиеся в определенной традиции. Это с одной стороны. Но с другой стороны есть вполне сравнимые с Россией по урбанизированности страны, ну, например, Франция, у которых население растет. И количество детей не в этнических семьях, а во французских, 3-4 ребенка это сегодня норма. То есть в этом смысле разговор о конфликте образа жизни городского и сельского как-то тут не приходит на ум. Оказывается, есть какие-то другие мотивы. Точно так же, как социологи отмечают, что определенный такой душевный подъем, который произошел в нашей стране после присоединения Крыма и так далее, вот он действительно повысил самоуважение значительной части населения. Говорят, что людей, которым требуется самоуважение через статус своей страны в каждом государстве, в нашем порядка 30%, поэтому раньше эти люди, будучи зачастую нормально устроены с материальной точки зрения, им не хватало чего-то такого ценностного, идеального. Теперь они получили, у них, соответственно, повысилась самооценка, это все очень хорошо, но мы не видим, что это напрямую влияет на демографию. Могут быть много всяких улучшений, но по тому, как и за счет чего выживает вид, человеческий вид, мы точно не знаем. Точно так же, как вы не можете ответить на вопрос, почему тот или иной род, та или иная семья вырождается, а вот это растет, плодится, умножается и прочее. Об этом писал Лисков, ничем особенным это, в общем, серьезно не отличается от того, что мы переживаем сегодня. Мы можем терять. То есть это говорит о том, что это довольно серьезная проблема. Серьезная проблема для многих стран. Может быть, она вообще связана с особенностями человечества. И время от времени одни народы уходят с арены, а другие, наоборот, расширяют свое влияние. Одни религии доминируют, вторые теряют свое влияние. Но это процесс постоянного возобновления. Здесь нет в этом смысле ничего постоянного, как нет ничего постоянного в орбитах планет Солнечной системы, как мы знаем. Я просто хотел бы сказать, что я не знаю и не думаю, что вы тоже знаете ответ на вопрос, есть ли, обеспечены ли мы сегодня знанием, знанием, безусловно, комплексным, очень важным, которое могло бы нам дать ответ на вопрос, что нужно делать для того, чтобы население, коренное население нашей страны восстановилось бы и стало бы расти. Пожалуйста. Здравствуйте, Игорь Дведеркин. Вчера не только я, но и товарищи задавали такой вопрос, мол, действительно нужно соединяться, стремиться к чему-то общему, нужно в нашей общей системе какую-то цель ставить, но мы нашли ответ на этот вопрос, что нужно быть единоличником, нужно стараться для самого себя. Сейчас вы говорите совершенно другие слова. Конечно, вопрос в том, действительно, цель, целеполагание, оно должно идти сверху или снизу от народа? Как вы отвечаете? Это ваш вопрос, у меня нет такого вопроса, поэтому попробуйте на него ответить сами. Просто вчера был задан подобный вопрос Андрею Евгеньевичу Волкову «Как достичь общего блага?» Он сказал «Думать надо о себе, когда ты думаешь о себе, ты думаешь о остальных людях». «Согласен с себя надо начинать». меня зовут Дмитрий, и я хотел бы для всех, для информации рассказать о таком человеке немножко, как Жак Фреско. Кто-то слышал о нём, нет? У него есть замечательный проект «Венера». Ему уже 99 лет, он прожил достаточно хорошую, не хорошую, а опытную жизнь, он многое видел, и этот проект ориентирован на ресурсо-ориентированную экономику. То есть суть в чём? Все ресурсы это достояние всего народа и должны ими распределять, управлять и распределять для всех. Вы слышали о таком проекте, подходе? Нет, не слышал. Ну, я думаю, вам тоже будет интересно прочитать, рассмотреть. Спасибо. Ну, хорошо. Переходим к следующей группе вопросов. Вот мой учитель, Александр Моисеевич Пятигорский, я тут привёл написанные им слова из нашей совместной с ним работы, он говорит, что человек переживает как бы своё будущее и переходит из одного состояния в другое, вместе с ним и всё, на человечество, в том числе и изменяя свой этологический ранг, свои этологические характеристики. Ну, это как у любого биологического вида, он должен изменить свой цвет, да, или сделаться более привлекательной для других особей, или наоборот, если его уничтожают, как-то мимикрировать и сделать, стать неотличным от окружающей его среды. То же самое происходит с самим человеком. Если мы сегодня говорим о некотором будущем, о серьёзном изменении технологического уклада нашей жизни, то встаёт вопрос, а что, собственно, происходит с нами, как мы должны измениться. Ведь вопрос о призыве к тому, чтобы нести ответственность за свою собственную жизнь, я думаю, что этот призыв человек слышит ровно столько, насколько он помнит свою историю. Но, оказывается, сделать это довольно тяжело и явно недостаточно. Точно так же, как ошибочно и недостаточно отдать свою жизнь общине и таким образом отчудить от себя то самое важное, за что придётся держать ответ в случае, если человек имеет какое-то религиозное представление о себе самом и о том, какую часть он общечеловеческой истории занимает. Но сделать это быстро и индивидуально одному человеку невозможно. но изменить положение вашего сообщества в мире или в той системе институтов, которым вы принадлежите, это, конечно, очень серьёзный вопрос. Как я понимаю, вчера, когда вы вели дискуссию с Андреем Евгеньевичем, он говорил о том, что да, сегодня действительно основной источник и потенциал развития университетов это качество студентов. Да, действительно, в студенческом гимне три раза упоминаются студенты, только один раз профессора. И, как я шучу, а ректор и ректорат вообще не упоминаются, что, конечно, полное безобразие по нынешней жизни. Но если действительно серьёзно поверить в сам смысл этой жизни, то почему бы нам, собственно говоря, не отнестись к нему вот так вот напрямую, полагая, что развитие университета, оно в своей перспективе имеет более спрямлённые горизонтальные отношения между студентами и профессорами, что в этом довольно серьёзный смысл и изменение. Тогда что нужно сделать студентам, чтобы изменить себя, имея в виду, что вот они есть тот самый драйвер изменений. Как они должны изменить своё поведение, свой внешний облик, если хотите, по которому их распознают все участники сложного образовательного процесса в университете. Что они должны сделать с собой, как изменить свой этологический рамк. Мы говорили о самоорганизации, самоуправлении, через субсидиарность, дистрибутизм и так далее. Что они должны взять в свои руки? Потому что то, что вы сможете взять в свои руки в университете, вы, естественно, должны будете удержать и потом вашей уже, как говорят, трудовой жизни в той карьере, которую вы для себя выберете. Теперь еще один очень важный вопрос. Мы поговорили о чувственных априорных формах. Теперь нужно поговорить о том, что определяет наш разум. Какие априорные формы существуют для него? И тут я вынужден вам сказать, что с точки зрения ваших коллег из американских университетов или из европейских, или из некоторых азиатских. Когда вы сталкиваетесь с этими людьми и начинаете что-либо делать, то через некоторое время вы понимаете их довольно серьезное отличие от вас, выходцев с этой территории, с этой части нашей планеты. Именно потому, что они действительно впитали и реализуют в каждом своем собственном действии представление о системной организации мира, системной организации мышления и практике точно так же, как они впитали и понимают, что все изменения происходят за счет накопления ресурса, а потом осуществления такого скачкообразного порогового перехода. И что теории Бертоланфи и Куна, которые явились основанием для развития системного подхода и универсальной теории смены научных парадигм, что для них это норма. А вот для нас, если у нас такие логические конструкции сложные, как теории систем или смена научных парадигм, которые действительно определяют наше мышление и действия в любой области нашей практики. Считаете ли вы, что, проходя университетское образование, вы уносите на себе, вот там, как говорят, подсознание, то, что у вас сзади, ясное представление о том, что такое системный подход и что значит теория революционной смены научных парадигм. То есть, верите ли вы по-простому в том, что образование, российское образование поменяется очень быстро. То есть, никто даже этого не заметит, как на смену одним университетом придут другие. Ну, смотрите, это же ведь уже, если не в вашей, конечно, истории, то в истории ваших родителей это произошло. В 90-е годы была открыта возможность для коммерческого образования, да, и вдруг барьер для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение снизился, и более того, говорят, были такие годы, где количество поступивших в университете было равно или даже превышало количество выпускников. Ну, это за счет, конечно, других возрастов, но тем не менее. И что мы получили очень такое серьезное увеличение высших учебных заведений с этим увеличением и с низким качеством образования, которое эта волна принесла, вот сейчас борется наше правительство в лице Министерства образования, постоянно отзывая лицензии, сокращая их. Верите ли вы в то, что действительно вы станете теми людьми, то есть студенты станут в университете теми людьми, которые будут заказывать свою образовательную программу? Да. И что-то произойдет, вот если кризис будет развиваться, вот уже, например, тотально, я не знаю, в 2018-2020 году. То есть во что вы в этом смысле сами верите? Потому что если вы в это не верите, да, из-за отсутствия у вас этой аргументации логического свойства, если вы ее не приняли, то тогда вы не будете действовать в этом направлении, вы будете это откладывать, поскольку будете считать, что ресурсы еще не накоплены в достаточной степени для того, чтобы без кровопролития произошло изменение качества. А когда читаете историю, ну, например, установления советской власти в 2017 году при, конечно, развитом в кавычках телеграфии и так далее, он произошел в течение нескольких месяцев, когда Российская империя фактически приказала долго жить. Да, потом была гражданская война долго и так далее, но в целом распространение советской власти происходило удивительно быстро. сейчас при интернете, мобильной связи. Извините. Я лично в это верю, но я именно верю, то есть произойдет ли это или нет, мне кажется, 50 на 50, то есть либо произойдет, либо нет. Просто очень много нужно для этого усилий, мне кажется, будет приложить, в том числе и всем нам. и, честно говоря, мне кажется, что это произойдет скорее, если люди будут как раз на себя больше рассчитывать, а не на государство, которое проведет эту реформу, потому что я не верю, что государство проведет эту реформу без поддержки снизу. Что люди не осознав, если студенты не осознают, что это, если не будет заказа снизу на эту реформу, мне кажется, возможно, мы будем ждать долго. Пожалуйста. У меня такой вопрос, чтобы студент сам смог выбрать какие-то определенные образовательные программы, сам смог выбирать курсы, которые он предполагает обучаться, ну, по которым он предполагает обучаться, получается, что человек уже должен к концу 11 класса знать, чего он конкретно хочет, что ему для этого нужно и как это сделать. И, честно говоря, у школьников с этим глобальные проблемы. И даже если мы сделаем в ВУЗе такую систему, как бы сразу она может либо не заработать, либо заработать очень плохо. Как бы, хорошо, мы сделаем, но это будет один шаг, это будет не полностью перестройка. перестройка. Я же не про них спрашиваю, ребят, которые в силу тех или иных причин в школьное время не получают все необходимое. необходимое. Я же слышу, но я вас спрашиваю уже про вас. Я-то считаю, что вы продвинутые, вы, собственно, топ студенческого сообщества. Когда вы поступали в университет, наверняка этот университет за вас должен был бороться. Всякие вам манки посылал, чтобы вы поступили именно в него, полагая, что вы своим присутствием повысите качество образования. Вы и есть те самые талантливые студенты, охота за которыми постулируются в каждом университете. Вы, поэтому я спрашиваю вас, вот вы, вот в этом состоянии, вы действительно верите, что если вы будете осваивать системный подход и действительно углубитесь и сделаете своей неотъемлемой частью теорию смены научных парадигм, то тогда вы, благодаря этим инструментам, которые сформируют ваше критическое отношение к настоящему, вы лучше поймете, что нужно делать. Потому что иначе я нахожусь в некотором таком вот недоумении, откуда же у вас по отношению к этой действительности, вот к этим вопросам, которые вы фиксируете как неудовлетворительные, как проблемные, сформируется развернутое критическое мышление, которое поведет вас дальше. Потому что вы же работаете в научной сфере, в такой интеллектуальной сфере, поэтому на этот интеллектуальный вызов нужно отвечать новыми интеллектуальными средствами. Модели, теории, вы должны это отрефлектировать. В конце концов, и Бертоланфи, и Кум, перейдя из своих областей к более широким обобщениям, Кум, историк науки, Бертоланфи, биолог, они же перешли к высоким обобщениям, которые получили социальный статус. Точно так же, как с субсидиарностью и дистрибутизмом. И вдруг люди прозрели, они, взяв этот способ видения, поставив как такую решетку, они вдруг увидели то, что не увидели дальше. Это придало им силы к изменениям. Разве четвертая технологическая революция, о которой нам говорят, уже не устроена полностью в соответствии с системной моделью? Разве люди, которые являются ее глашатыми, они не говорят, что это случится быстро, так что мы это не заметим? Она уже у нас везде. Разве мы этого не замечаем? Да, какая-то там проблема питания, она, конечно, есть, но если вы заходите не в российскую, а в американскую или в европейскую аптеку, вы уже имеете, ну, наверное, это зачастую пятая часть этой аптеки, это здоровое питание. То есть вы можете, там написано, все, из чего, такие сублибированные продукты, вы там не получите картофель, но получите что-то похожее на картофельное пюре, вы не получите, я не знаю, мусс из бананов, но вы получите что-то очень похожее, поскольку это будет выжимка, там будут те самые вещества, которые нужны, которые благодаря их такой очищенности, они не потребуют от нашего организма большой затраты энергии на их усвоение. поэтому сегодня это в основном питание для тех людей, которые хотят похудеть или для тех, которые болеют, там находятся в послеоперационном состоянии, поскольку лучше усваиваться, дают всю необходимую энергию, а от организма этой силы энергии не требуют. Но завтра уже эти технологии есть, они могут стать абсолютно доступными. Но разве когда мы с вами думаем, что едят космонавты в орбитальных станциях, мы понимаем, что они едят что-то особенное из каких-то тюбиков и так далее и тому подобное, мы не задумываемся, что уже несколько десятилетий разрабатывается этот тип космического питания, там уже накоплен огромный ресурс для распространения этой технологии на нашу повседневную жизнь. Хотя и в повседневной жизни мы дряни всякой едим тоже, мало не покажется, тоже это какие-то вот таким странным и не очень человеческим естественным способом произведенные продукты питания. То есть это уже все есть. Это я вот так вот долго рассуждал только об одном небольшом секторе. Но мы видим, что ростки какой-то новой, какого-то нового образа жизни, они уже заложены повседневно. В транспорте ли, мы еще недавно рассуждали о том, как система Uber Technologies, такая замечательная, как ты все заказываешь. Кто пользовался такси Uber? Ну вот, правда такая замечательная. А теперь оказывается появились люди, которые сказали, что это все неправильно, что это половинчатое решение, оно все равно сохраняет бюрократию, что теперь нужно переходить к другой модели, и вот она уже внедрена, вот есть какой-то Arcada City, это теперь модель называется блокчейн, то есть никаких цепочек, помните, как раньше, чем больше цепочек, тем лучше, а теперь никаких, то есть между заказчиком и производителем, тем, кто предоставляет услугу, вообще не должно быть никаких посредников, то есть вся инфраструктура огромная, посредничество, она на самом деле уходит, вот уже там Герман Оскарович Греф уже говорит, он к вам не придет сюда? Нет, не придет, но он уже все сказал, наверное, да, он тут переосмыслил, видите, и все огромные затраты, которые сделал Сбербанк на переустройство информационной системы, информационной системы, которая должна была обслуживать прежде всего администрацию, а в перспективе, оказывается, эта администрация может быть сведена к какому-то минимуму, я даже, видите, не могу сказать, вообще ее не будет, то есть надо было сказать, не будет, как ректората, но она оказывается еще где-то в голове, мы даже не можем себе представить, что там программное какое-то решение, оно может заменить всю эту татата, но для этого нужно отказаться от пересдачи экзаменов, ну от много чего-то такого из практики, что поддерживает эту бюрократию и не позволяет нам перейти к нормальным отношениям, а все, какие-то там социально-компромиссные истории прививают в университетах, и это, конечно, студенческая часть, но мы это уже видим, это происходит везде, и происходит гораздо быстрее, чем мы можем представить, то есть я с лета начал пользоваться юбер, и всем рассказывать про юберизацию, теперь вот чувствую, что я потерпел полное фиаско, поскольку я их, оказывается, призывал своих коллег ко вчерашнему дню, а будущее выглядит совсем в ином, вот быстрота смены. Конечно, можно спросить у того человека, который придумал эту модель блокчейн, а действительно ли вы в полном смысле владеете системным подходом, а действительно ли вы знаете, кто такой кун? Он может их не знать, но в этом и состоит великий, да, знаете ли вы, такой дистрибутизм и знаете, что такое субсидиарность, но их счастье заключается в том, что им в их обществе этого знать необязательно, потому что это на уровне того, что впитывается в сознание, как говорится, с молоком матери. Большинство людей это знают, если находишься в правильном месте, в правильное время, то это знание к тебе приходит и становится той самой своей априорной формой. Точно так же, как человек может прийти представление о красоте, а может и не прийти. И он может находиться в этом заблуждении. Тем более, что мир так устроен, что красота в нем потеряла безусловность, ту безусловность, которая, например, была характерна для эпохи Возрождения. Поэтому мы смотрим на эти картины, на эти произведения, архитектуры или живописи, или скульптуры, или поэзии, или литературы, и говорим, это красиво. А вот на, вот это красиво, то мы не знали. Мы думали, что шнур это красиво. А шнур это как? Это что же теперь некрасиво? А еще вчера казалось, что красиво. Но если с Петраркой сравнить, как будто бы некрасиво. Но он же знает Петрарку, любит, он хотел все так по-новому. Ну вот как тут быть? Нам нужно это утверждение привнести в этот мир, чтобы он перестал так сильно колебаться, и у него было более ясное представление о том, в какой системе координат он живет. Поэтому вопрос о субсидиарности и дистрибутизме также важен, как и вопрос о системном подходе, о смене научных парадигм, как ведущих, эпистемологий для нашего времени. То есть если мы этого не знаем, если эти знаниевые модели, картины не вошли в нас, то значит наше образование не случилось. Потому что в это время у тех, с кем мы конкурируем, и потом будем сотрудничать, оно станет частью. То есть мы не должны никаких внутренних, так сказать, местечковых, как говорят теории, порождать и поддерживаться. Мы должны выходить обязательно вот в этот широкий международный контекст, чтобы у нас появилась общая установка, общая базовая базовая установка. Тогда мы будем работать и жить в мире знаний. Это крайне важно. Тем более, что люди, которые занимаются анализом того, что происходит со знанием и его распространением, утверждают, что разрыв между знающими и незнающими растет. То есть возникает новый тип неравенства. То есть четвертая технологическая революция, она увеличит разрыв между людьми. То есть еще породит еще какой-то тип неравенства. Еще недавно, помните, нам говорили про, там было только исключительно материальное неравенство, потом оказалось, что это доступ к образованию, к здравоохранению, да, а теперь какое-то неравенство принципиального типа. Оказывается, мы с вами можем в течение своей жизни оказаться в месте, где производится знание, а можем там и не оказаться. А в мире, а что тут, пять, шесть, таких, я бы сказал, даже не макро, а микрорегионов, где производится знание, а потом в форме инновации распространяется на весь мир. Можно быть патриотом, но для того, чтобы реализовать свою патриотическую позицию, сначала нужно побывать в этом месте, снять этот тип, да, этот тип производства знания, да, потом приехать к себе и инвестировать себя в том, чтобы оно появилось на своей, на своей земле. при всем при том, что в нашей стране так все случилось к великому несчастью, что у нас нет ни одного места, где производилось бы то самое системное знание, которое приводило бы к каким-то пакетным технологическим решениям. вот здесь я уже завершаю, обращаю ваше внимание на, пожалуй, самого сильного философа последних десятилетий, он, к сожалению, 10 лет назад тому умер, Владимира Вениаминовича Бибихина. У него есть много книг интересных и таких достаточно коротких статей, которые вы можете вполне прочитать, в которых он реагирует на нашу, на нашу жизнь. Да, и вот одна из его цитат. Современное человечество, конечно, готово по своей мощи ответить на вызов глобальной цивилизации, да, но что вы демонстрировали все время нашей встречи? Почему же оно не отвечает? Задает он вопрос. А я вам задаю вопрос. Почему мы не отвечаем на глобальные вызовы? Почему на них не отвечаем? В чем сложность? Почему мы их не принимаем? Потому что слишком увлеклись перспективные создания новых технологий? Нам нужно на вызов ответить, а мы занимаемся какой-то ерундой. Я не против, так сказать, нового кухонного комбайна. но было бы хорошо, если бы этот продукт являлся побочным продуктом чего-то более важного в моей жизни. Но вполне возможно, что мы уже смирились со своей судьбой апокалипсиса. Может быть, мы уже, сокращаясь, и не желая ответить на этот вызов, мы уже согласились с тем, что никакого толка из нашего народа не выйдет. Проще всего согласиться. А я говорю, так давайте не согласимся. Но для того, чтобы не согласиться, нужно что-то такое начать решать важное глобальное. А почему здесь мнение, что мы не отвечаем на этот вызов? Ну, так пишет Бибихин. Так пишет Владимир Вениаминович Бибихин. Потому что мы не производим ни одного знания. Если бы мы отвечали на вызов, мы бы производили какие-то знания очень важные для системной организации. Мы в эпицентре не находимся ни одной новой знаниевой системы. Мы находимся на достаточно далеких орбитах от Солнца. Я это могу сказать, проехав по вашим университетам. Там, где я анализировал или через участие в коллаборациях международных, или через качество публикаций, или разговаривая и снимая интервью, что делают наши ученые там где-нибудь, я не знаю, в Японии в центре Рикен. Мы узнаем, что они там еще подмастерия. Они не являются участниками информирования повестки, исследований. они не приносят за собой никакие капиталы туда, которые нужны для того, чтобы наука формировалась. Их количественное даже просто участие, участие очень небольшое. В ЦЕРНИ, да, вот я рассказывал, как в свое время принимали участие в разработке системы управления, сделали этот проект очень экономичным и так далее, как сейчас, и так далее, и тому подобное. Мы это видим, но больше же нигде. А это значит, тот вызов, который пропустило предыдущее поколение, вы должны принять, потому что говорят, что вы, ваш возраст потолковее будет. Если бы мы не были готовы их принять, мы бы тут не находились. Заметьте, что у вас есть развилка очень крутая. То есть, если вы не примете на таком глобальном уровне, то значит, что вы смирились с апокалипсисом, что вы будете последний, перед кем этот вопрос будет стоять. Можно прокомментировать? Спасибо. Можно прокомментировать это высказывание, которое написано? Дело в том, что Бибихин, я как понял, это философ, правильно? Правильно. И философия это мировоззренческая наука. Поэтому фраза, что человечество готово ответить, это не очевидно. Это просто мнение Бибихина, уважаемого человека. Теперь готово. А теперь вопрос следующий. Мы, что должны сделать? А кто мы? Глобальная эта проблема является глобальной, не только нашей. Это не только мы должны отвечать раз, а разность интересов гарантия того, что она не будет решена совместно. Вот так. Хорошо. Ну что ж, я тогда. Да. Хорошо. Да, то есть в этом смысле вы отвергли необходимость самоопределяться индивидуально. прежде чем переходить к мы, начать с я. Ну ладно. Ну и Бибихин, вот ту статью, на которую я здесь ссылаюсь, значит, в таком несколько скрытом виде, он заканчивается такими словами. С какой стати было воображать, что настоящее окажется приятным и нам по плечу. Неуместная надежда все еще повернется к лучшему. Это пишет человек довольно серьезного жизненного опыта. Жизнь его была, надо сказать, очень непростой. Но он говорит, что каждый вызов, который приходит, с которым нам приходится сталкиваться, он имеет вот такой витальный смысл. Если глубоко-глубоко внутрь себя не спуститься и не попытаться ответить на этот вопрос как бы всей своей жизнью, а просто положить один мизинец, хотя и мизинца жалко, то тогда ничего не получится. Поэтому завершая свою встречу с вами, поскольку я думаю, что у вас уже вопросов не будет, а если будет, я на него сразу отвечу. Я вот договорился с собой, что я положу оставшуюся свою жизнь на то, чтобы разрушить всю систему административного управления в российских университетах и поднять роль студентов как заказчика на все стороны жизни и деятельности в университете на то место, к которому они собственно говоря и предназначены. И я считаю, что это можно делать вне зависимости от того, научили в школе всех абитуриентов этому или не научили, поскольку если там есть 10, 20, 30, 100 человек такие, как вы, то этого достаточно, поскольку и среди преподавателей есть люди, которым все это надоело, и среди администратов есть люди, которые стыдятся того, что они делают каждый день, что к этому есть все необходимые в куновском смысле предпосылки. Поэтому я не призываю вас дружить, я вас призываю это совместно делать, когда будем сталкиваться. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ